Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина на канале Мастер Своего Дела. Любите вкусные салатики? Я тоже очень люблю. Поэтому сегодня для вас очередная удачная и вкусная подборка. 5 вкусных салатов можно готовить как в будни, так и в праздники. Приготовим вкусный салат с фасолью и колбасой. Подготавливаем все необходимые продукты и приступаем. Берем колбасу и нарезаем соломкой. Пересыпаем колбасу в глубокий салатник. Далее переходим к сыру. Нарезаем сыр также соломкой. Шинкуем перец соломкой и отправляем в чашу ко всем ингредиентам. Далее берем капусту и нарезаем соломкой. При желании можно использовать пекинскую капусту. Я же использую обычную белокочанную. И также пересыпаю ее в общую чашу. Берем самые вкусные соленые огурчики и нарезаем полосками. Далее в чашу ко всем ингредиентам отправляем фасоль и кукурузу. Заправляем салат майонезом. Все хорошо перемешиваем. Уже при подаче нужно будет добавить сухарики сверху. Салат получается очень вкусным и сытным. Желаю всем приятного аппетита. Готовьте вкусно. Готовьте с удовольствием. Готовим очень вкусный и многими любимый салат сельдь под шубой. Готовить его сегодня будем с солеными огурчиками. Подготавливаем все ингредиенты. Чистим яйца, картофель, морковь, свеклу. Картофель отвариваем. Морковь и свеклу запекаем. Картофель натираем на крупной терке. Так же крупной, как и картофель, натираем морковь. Следом на крупной терке натираем отваренные яйца. И свеклу так же натираем крупно. Далее чистим лук и шинкуем мелко. Измельчаем соленые огурчики. Ну и конечно же переходим к сельде. Нарезаем мелким кубиком. Начинаем собирать салат. Берем тарелку с плоским дном. Первым слоем выкладываем картофель. Распределяем равномерно. При желании можно немного присолить. И делаем слой майонеза. Следующим слоем лук. Далее распределяем сельдь. Затем слой яиц. Ну и конечно же майонез. После чего нижним контуром салата делаем морковь. А сверху распределяем свеклу. Ну и делаем небольшую полоску в виде огурцов. И делаем сеточку из майонеза. Собственно все. Вкусный и любимый салат сельдь под шубой готов. С огурцами он еще вкуснее. Я желаю вам всем приятного аппетита. Готовьте вкусно. Готовьте с удовольствием. Радуйте себя и своих близких. Готовим очень вкусный и сытный салат с отварным мясом и консервированной фасолью. Подготавливаем все необходимое и приступаем. Картофель отвариваем и нарезаем на мелкие кубики. Отваренное мясо нарезаем также на кубики. Пересыпаем мясо к картофелю. И теперь переходим к яйцам. Шинкуем яйца также кубиком. Измельчаем соленые огурчики. Нарезаем не слишком крупно болгарский перец. Пересыпаем в общую чашу фасоль и заправляем салат сметаной. Получается очень вкусный и сытный салатик. Желаю всем приятного аппетита. Готовьте вкусно. Готовьте с удовольствием. Радуйте себя и близких. Мы приготовим вкусный сытный салат. Можно готовить его как в будни, так и на праздники. Это салат с крабовыми палочками и рисом. Подготавливаем все необходимое. Отвариваем рис заранее. Также отвариваем яйца, морковь. Свежий огурчик нарезаем кубиком. Салат с крабовыми палочками и рисом. Кубиком нарезаем и морковь. При желании морковь можно не отваривать, а запечь в духовке, либо же в микроволновке. Далее отрезаем крабовые палочки. Также кубиком. Переходим к яйцам. Чистим и нарезаем кубиком. Затем в чашу отправляем кукурузу и отваренный рис. Заправляем салат майонезом. Соль добавляем по вкусу. Салатик получается очень вкусным и сытным. Я желаю вам всем приятного аппетита. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием. Радуйте себя и близких. Оливье без лука с запеченной грудкой индейки. Салат будет готовиться довольно необычным способом. Отваренный картофель нарезаем кубиком. Вместо перемешивания всех ингредиентов мы сегодня будем готовить салат слоями. Первым слоем будет как раз таки картофель. Далее майонез. Затем запеченную грудку индейки нарезаем кубиком. При желании грудку можно обжарить, либо же отварить. Но запеченная она получается гораздо вкуснее. Выкладываем грудку следующим слоем. Ну и конечно же не забываем про майонез. Далее берем морковь. Я морковь запекла в микроволновке. При желании можно запечь ее в духовке, либо же отварить. И нарезаем кубиком. Отправляем морковь следующим слоем в салатник. Делаем сеточку из майонеза. И затем уже переходим к следующему ингредиенту. Это будут соленые огурчики. Нарезаем кубиком. Распределяем огурцы следующим слоем. Переходим к яйцам. Отваренные яйца нарезаем кубиком. И выкладываем в салатник. Далее майонез. И сверху зеленый горошек. Украшаем тоже майонезом. Салат получается нежным и воздушным. Слои прижимать не нужно. Я желаю вам всем приятного аппетита. Готовьте вкусно. Готовьте с удовольствием. Радуйте себя и своих близких. Ну и конечно же приготовьте оливье для своей новогодней ночи. Какой же Новый год без оливье. Всем пока-пока.